Всем привет дорогие друзья, с вами Савл, это очередной ролик по спинтаерсу, на этот раз мне пришлось опять же заново начать игру, потому что у меня установлена была пару версий спинтаерса, я открыл к сожалению не ту и у меня удалились сохранения. Конечно это печальная новость, но в принципе в прошлой серии я толком не успел ничего добиться, опять же я играю на аркадном режиме, да и в прошлой серии еще я в яме застрял на уазике, конечно можно было выбраться, но сохранения уже нет. И так я начал, нет я не запомнил название карты даже, в общем я начал вот на этой вот карте, тут находится только один Урал и в принципе на нем у меня установлены сейчас ремонтные запчасти, с ними я и поеду разведывать карту. Так, чисто по карте тут ничего сверх такого понятного, ничего сверх понятного. Так что долго замедлять не буду, поехали в путь. Так, мне показывает очень умно путь, нет я туда не поеду. Так, ну-ка если я отключу полный привод и дифференциал, так, ну в принципе полный привод можно пока что не включать, тут не такая и жестокая дорога, кстати вот там вот около гаража очень-очень-очень мягкая почва была. Так, и вот с этим мостиком тоже нужно быть поаккуратным, вот сколько этот Урал весит, а? Ну не знаю, выдержит ли на самом деле этот мост, ну по крайней мере если очень-очень аккуратно, а не как я сейчас бампером зацепился за борт, не за борт, а за край этого мостика, за другой берег мостика, или как это назвать, другой берег обрыва. Ну а вот тут можно проехать будет, или нет? Ну вот я вижу вот тут дорога, хотя нет, стойте, это река. Да, это река. Ну знаете, я пока рисковать тогда не буду, поеду просто по этой дороге, посмотрю куда она меня приведет. Так вот тут опять же переправа на этот раз, она уже разрушена, засыпана. Так, от балды чисто. Ну в принципе хорошо, что она есть, иначе нам пришлось бы перебираться чисто через речку. Так, нужно сворачивать направо, нет, это все-таки не речка, это все-таки дорога. Это радует. Так, меня в принципе очень радует, что это именно дорога. Вас, наверное, уже задолбало, что я столько раз открыл карту, но в принципе по этой дороге можно будет доехать. Кстати, вот я не ту версию игры открыл и решил еще посмотреть девелоперскую версию, то есть еще самую первую такую превьюшную версию. Ну, в принципе работа была сделана немаленькая с игрой уже за это время. Машина очень сильно болтает, так что... Ё-моё, на какой скорости я вообще еду? А! Тихо. Блин, тут скорость не показывается, это печалит меня. На самом деле машина очень жестко болтает. Так, чуть-чуть правее и я разведаю точку. Так, вот тут можно проехать между этими деревьями. Так вот, по сравнению с девелоперской версией, давай еть-еть-еть, значительно улучшилась графика, да и в принципе физика так неплохо подросла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Главное не закапываться. Включаем полный привод, дифференциалы. Так, тут есть опасность перевернуться. Так, тихо-тихо. Тихо-тихо. Тихо. Отлично, проехали. У машины центр тяжести довольно высоко. Так, а ремонтных частей-то у нас, собственно, сколько? 800. Ну, в принципе, нам хватит. Главное, чтобы топлива хватило. Так, и нам нужен какой-нибудь автомобиль. А469. Хм, интересно, интересно. Пилорама. Лесоповал. Так, похоже, на этой карте второго гаража не будет. Ну, ладно, ну, ладно. Ну, в принципе, сейчас мне главное разведать всю карту. Я всё-таки играю в аркадном режиме. И меня, в принципе, не сильно пугает. То, что если у меня вдруг бензин кончится, я могу всё-таки телепортнуться. Просто нужно хотя бы один раз пройти игру на аркадном режиме. Прежде чем всё-таки в симулятор суваться. Я это уже понял. Потому что... Ну, мало того, что на симуляторе там всё сложно. Да. Как бы это ни казалось странным. Да. Там ещё и баки мешают играть. То есть... Вы видели, как у меня колесо заживало на УАЗике. Так, аккуратненько, аккуратненько проезжаем. Где-то поворот должен быть. Метров, это, через 20... Не, метров через 50. Этот подойдёт? Ну, тут через маленькую речку, конечно, проходит. Но, в принципе, этот Урал спокойно переедет эту речку. Так. Тем более на полном приводе и на блокированных дифференциалах. Дифференциалах. А вообще у Урала-то... Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Тут очень опасная территория. Так, на ручник поставлю и посмотрю. Ой, мне ещё далеко, далеко, далеко ехать. То есть, у Урала, по идее, жёстко подключаемый передок. То есть, там вообще нету спереди никакого дифференциала. Я, короче, делаю самую большую ошибку в своей жизни, что я сюда заехал вообще. Ибо выбираться отсюда будет, ну, очень-очень-очень проблематично. Учитывая, что я уже маленько закопался. Так. Ну, да, лучше найти какую-нибудь человеческую дорогу. Потому что, ну, по переправе-то мы перебрались, а вот дальше... Думаю, вот сюда можно будет зацепить. Тихо! Так, вот это тоже была огроменная ошибка. Так, можно ещё полноценный свет включить? Вот, так-то лучше. Освещение мне поможет. Время тут уже 9.13. Нехило так. Ну, по-моему, сейчас я буду просто сжечь бензин. Так, нужно перед ком зацепиться. Эх, обзора камеры не хватает. Вот камера тут так себе. Очень-очень-очень так себе. Топ. Вот, краешком смотрим. Нет, ни за что не зацепиться. Очень плохо. То есть, понимаете? Ночь, мы в лесу, и мы застряли. На грёбаном Урале. То есть, он не такой уж и маленький. Так, в гору поедет. Нет, тут нужно по очереди цепляться. Включаю ручник. И цепляюсь за следующее дерево. Включаю ручник. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Чтоб дерево сильно не повредить. Заботимся о природе. Ага. Если не учитывать, что я разрушаю плодородный слой. Хотя, какой нафиг тут плодородный слой? Тут... Тут грёбаная гора. Так, я далеко зацепил, нет? Блин. Так, только ручник нужно опять отключить. Вон туда зацепиться. Однако, теперь мне это дерево мешается. Ага. Отлично. Зря я к этому дереву притянулся. Так, ну тогда... Тихо. Включаем ручник. Попытаюсь применить какие-то... Какую-то тактику, какие-то навыки. Вот ручник включили, включили, включили. Поехал, 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 поехал. Да, конечно, не на прямых колёсах едет не так. Легко. Да он вообще никак не едет. О, тут за пеньки можно зацепиться. Вот оно, наше спасение. Попытаюсь... Все. Моя ошибка была нивелирована. Продолжаем наше движение. Так, выключаем полный привод, выключаем дифференциалы, бережём механику, да, и в целом бензин ещё экономим. Вот, вот, ребят, вот, этот Урал дрифтит круче, чем многие машины, которые я в СЛРе собирал. Так. Вот так вот. Давай, 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 давай. Чуть-чуть с дороги съехал всего лишь. Мне не нравится вот эта вот ямка. Так, а вот тут вот посмотрим, что там находится хотя бы. Конечно, что-то мне подсказывает, что я там опять же не проеду, и там очередная горка, но... Можно попробовать. Да. В игре передок тут нежёстко подключаемый. Нереалистично! Фу, отстой! Так, по-моему, вообще... Нет, я туда не поеду бы. Самая главная ошибка, что я вообще сюда завернул. Посмотрите, какая там мягкая почва. Так, вот тут вот эта дорога заканчивается. Да? Да. Может всё-таки рискнуть. Так, камешек. Камешек мог меня хорошенько так раскурочить. Так, ну, лебёдка мне поможет, конечно. Так, теперь сюда чуть-чуть. Вот так вот потихонечку. Нужно поймать зацепь с поверхностью. Хоть какой. Так, 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 так. А вот это вот... Да я не понял, что сейчас был за глюк. Происходило соединение с серверами Steam. Так, ну, всё-таки я должен туда доехать. Я, конечно, об этом ещё 10 раз пожалею. Ага, вот, отлично. Но... Тот, кто не рискует... Тот никуда не уедет. Так, вроде неплохо, вроде неплохо. Пока что есть какое-то подобие на дорогу. Опять же, тут вот овраг, в овраг не поеду. Опять же, мне мешаются деревья на пути. Аккуратненько, не сильно травмируя их. Хотя, какая нафиг разница, мне бы сейчас свалить отсюда. Так, вот. И бёдкой. А вот это было опрометчивое решение. Ехать в эту сторону. Хотя... В общем, я пока теряюсь в догадках, что сейчас со мной будет. Что я встречу сейчас на пути. Тут вот нужно аккуратненько вытянуться, чтобы не перевернуло. Но так, чтобы протиснуться. То есть, именно золотая середина такая должна быть. Так, ребятки, в общем... Ну, как в гараж-то вернуться? А? Да, вот, восстановить. Потому что... Ну... Я всё-таки пожалел, что я туда поехал. Так, давай, езжай. Езжай. Нереалистичный Урал. Так, ну вот... Прямо от дороги это понятно. Давайте попробуем ещё вот тут вот направо свернуть. Может, что-нибудь тоже интересное найдём. Чувствую, я найду приключения на свою жопу, да? Нет, вообще бесполезно. Придётся, похоже, искать другой путь. Так что я поехал дальше по этой ровненькой дороге, асфальтированной. На своём грузовике я буду её разбивать. Делать ямы на неё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут ещё нужно аккуратно соблюдать колею. Так. Мне кажется, тут скорость. Он едет, ну, наверное, под... 60 километров... Нет. Что-то я загибаю, конечно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо на таких моментах быть предельно аккуратным. Да. Вот. То, что выхлоп стоит спереди, мне не нравится, потому что я им цепляю. Надо было его убрать нафиг. Гаража. Ага. Опять же, выезжаем на дорогу. И просто фигачим в горизонт. Так. В этой серии я должен хотя бы тот автомобиль открыть, который показался на карте. Я так понимаю, вот по карте, вот чуть правее вот этой дороги, там везде обрыв. Ну, как обрыв? Довольно-таки пологий, но всё равно обрыв... Ой-ой-ой-ой, как заносит. Полный привод, что ли, включить. Да, вот с полным приводом ещё можно её. Так, ну только аккуратно. Тут я был. Тут... Нет. Но всё-таки я еду к этой... К модели. Ну, то есть к автомобилю неразблокированному. Так. Ну, вроде бы вот тут есть какая-то... Мини-тропинка. Какие-то мини-водоёмы. Думаю, здесь стоит свернуть. Так. А вот дифференциалы обязательно нужно заблокировать. В принципе, я понял особенность этого Урала. Он застревает во всех вот таких вот... Полуоврагах. То есть, когда колёсная база находится на наклонной поверхности, он вообще не едет на них. Не знаю, с чем именно это связано. Конечно, очень хотелось бы, чтобы разработчики поскорее починили мультиплеер до нормального состояния, чтобы хотя бы можно было сохраняться. Там вот он УАЗик, вот то, что мне нужно. Не тяжёлый автомобиль, который, в принципе, из горы скинуть не жалко. Давай, заезжай. А вот этот... Вы это видели? Он только что карабкался по дереву. Это вообще нормально, да? Так, в общем, по результатам этой серии могу сказать, что мы нашли этот УАЗик. Он мне сейчас очень-очень пригодится. Топлива мало. Так что придётся сгонять в гараж. Я не буду телепортировать его. Или стоп, или поеду... Нет, я поеду исследовать дальше мир. Может быть, найду эту цистерну, камаз-цистерну или автозаправку. Ну, в общем, посмотрим, как там уже по ситуации сложится. Так что на этом серия закончена данная. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok